Здравствуйте, уважаемые телезрители! Для начала немного истории. Когда-то Деволт выпускал торсионные биты длиной 50 мм. И к этим битам можно было докупить вот такой магнитный держатель или магнитный замок, который позволял удерживать саморезы. Также эти магнитные замки можно было надеть и на биты других производителей, например, Bosch или Milwaukee. Но в этом случае он уже тут болтался, как хвост в проруби. Ну и все было бы хорошо, если бы Деволт и дальше выпускал такие биты. Но в какой-то момент они решили вместо бит 50 мм выпускать биты 57 мм. Соответственно, с более длинной торсионной зоной. И в этом случае уже эти старые замки болтались на Деволтовских битах, так же, как вот, например, на этой Милуоковской. И вам нужно было покупать более длинный замок. А старые магнитные замки Деволт предложил покупателям засунуть себе в одно место. Но делать этого я, конечно же, не буду. И вот иду я давеча по одному строительному гипермаркету, и вдруг вижу, о чудо, Деволт снова начал выпускать биты 50 мм. А потом смотрю, нет, это не Деволт, это Котоп. Я сначала расстроился, но в следующий момент заметил в таком же блистере вот такой замок Котоповский, скопированный один в один с Деволтовского. Ну тут у меня сразу же все сомнения пропали. Я купил эти биты, и да, эти Деволтовские замки сюда подходят просто идеально, даже лучше, чем на родные Деволтовские биты. Да, естественно, остается вопрос по качеству, но я думаю, что качество там будет вполне нормальное, потому что когда-то, по-моему, Папа Карло тестировал Котоповские круги, тоже они себя очень даже неплохо показали. Ну и в принципе цена, знаете, за две биты это 6 рублей 75 копеек белорусских, это где-то 2,7 доллара. Доллар с небольшим стоит одна бита, думаю, это более чем доступно. Но самое главное, что теперь у меня эти замки не будут лежать без дела, потому что у меня реально осталось всего лишь вот две Деволтовские биты, PH и PZ, и при этом четыре замка. Теперь как бы все будет в работе, чему я не сказанно рад. Так что вот такая информация, у кого тоже такие замки валяются, теперь вы знаете, куда их можно применить. Так что надеюсь, кому-то это видео будет полезным. Ну а на этом все.